Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым и в гостях у нас Станислав Поддевилов, сценарист, художник и режиссер известнейшего фильма «Необыкновенные приключения Серафимы». Добрый день! Станислав, ну, наверное, уже мы много говорили о фильме «Серафима». Его можно сравнить с мультфильмом «Князь Владимир». Я хочу, чтобы дух твой окреп, и ты забыл о всех страданиях, что пережил. Всей власти захотел. Киевом править хочешь? Безродный! Не бывать этому! Но они разные. И по воздействию, и по восприятию. Но я считаю, проект как Серафима, так и «Князь Владимир» довольно удачный. Как вы считаете, для православия они имеют одинаковую силу? В советское время было такое понятие, и оно мне нравится, «единство формы и содержания». То есть это как бы преподавалось и во ВГИКе, и вообще везде в искусстве. То есть это был критерий оценки художественного произведения. Неважно, это музыкальное произведение, картина или кино. Что это означает? То есть некая гармония между той мыслью, которую транслирует автор произведения, и формой, в которой облекается эта мысль. И если мысль поставлена правильно, но форма не соответствует, то тогда получается конфликт. Либо не до конца мысль становится понятным, либо она получает отрицательное значение. Мне кажется, цель поставлена изначально для авторской группы как необыкновенное путешествие Серафимы, так и князя Владимира звучала так. То есть показать святость на экране. Поскольку авторы фильма брали благословение на князя Владимира в патриархии, то изначально мысль должна была это присутствовать. То есть показать князя Владимира как крестителя Руси. То есть выполнена ли эта задача? Давайте попробуем представить, что такое все-таки личность князя Владимира. Я как потомок князя Владимира, я себя им ощущаю, как русский человек. Я воспринимаю князя Владимира как личность, которая создала, с Божьей помощью, естественно, народ. Вот для меня князь Владимир — это тайна. Это колоссальной мощности и мощи человек. Как духовной, так и нравственной, и человеческой. Иначе бы ничего не получилось. Он бы не смог объединить вот эти племена воедино. Народ не идет не за личностью. В мультфильме я не увидел этой личности. Попытка такая была, но вот я говорю, то есть там мысль, облеклась ли она в эту форму или не облеклась. На мой взгляд, недостаточно. Увидел ли я там в князе Владимира крестителя Руси? Нет. Не увидел. Там вообще об этом нет даже мыслей. Но если мы скажем о крещении Руси, то есть тоже я говорил с создателями мультфильма, планировалось две серии. То есть первая серия, вот какая она есть, а вторая серия именно о крещении. И так получилось, как водится... Могу поспорить. Я, простите, что перебиваю, я с продюсером тоже разговаривал на эту тему. Эта мысль возникла позже, чтобы второй фильм создавать. Изначально все-таки предполагалось делать фильм, и благословение было получено именно на первую часть. У человека в жизни, да, и у святого в частности, есть разные периоды в жизни. Ну, как у Марии Египетской, да? То есть часть жизни она грешила ужасно, а потом она стала святой, она к этому пришла. Мы почитаем и Марии Египетскую как кого? Как святую. Мы же ее предыдущую жизнь, эту греховную, воспринимаем только как грех. А здесь целый фильм посвящен языческой жизни князя Владимира. Но вот этого катарсиса, выхода на его взлет духовный, не произошло. Давайте разберем просто вот даже по сюжетам, что происходит. Кто главный персонаж фильма? Вот если так внимательно посмотреть, даже вот режиссуру. Главный персонаж фильма — это мальчик. Это не князь Владимир. Он — главное действующее лицо, он — личность. Князь Владимир — второстепенный персонаж. Действующие силы, грубо говоря, добра и зла. Кто в этом фильме? Белый маг и черный маг. Они — главные действующие лица. Они между собой спорят за душу князя Владимира. Есть в фильме один момент, такой классический богословский спор. Чья вера круче? Вспомним, наверное, сюжет из этого фильма, когда мальчик встречается у белого мага дома. Это ключевой момент фильма — разговор о вере. Мальчик ему говорит, что это христианство, что Бог единый и все остальное. Как ему отвечает белый маг? Да, Бог един. Показывает в окошечко — вот, Бог род. Кто победил в этом споре? Мальчик-то проиграл. Кто спасает князя Владимира? Бог род. Язычество показано краше и ярче. Жертвоприношение классно снято. То есть там вообще все. Это языческий фильм. Нет выхода на крещение. Не подразумевается вторая серия? Не подразумевается. Потому что есть определенные законы перехода, когда ты даешь в конце фильма заявку, что вот будет следующая серия, второй фильм, в котором будет крещение Руси. Но этого здесь нет. Вот сейчас вышел уже фильм художественный, потому что поняли, что до конца личная сеть не раскрыта, как раз нет крещения. Многие ждали крещения, конечно. Владимир, князь из рода Рюрика. Теперь либо ты его, либо он тебя. Мне нужна сила Ромеева. Здесь есть кто помнит моего отца. Я вам верну его удачу и силу. Будьте со мной! Не будет войны. Я миром решу. Как ваша оценка этого фильма? Трудно сравнивать анимацию с игровым кино. Просто если не смотреть на технологию, а разбираться именно в смыслах, в тех посылах, которые я озвучил, чуть-чуть лучше, но в том «Князе Владимире», который представили авторы, «Князя Владимира» я тоже не увидел. Там есть несколько битв в фильме. Ключевых моментов. Взятие Корсуни, оборона Киева, взятие Полоцка. Во всех этих моментах князь Владимир вообще себя никак не проявил как воин. У него куча комплексов. У него комплекс неполноценности, что он не княжеского рода. Покаяние, когда в Корсуне он в храм увидел, вошел в храм, вошел как чужой, то есть он его осматривает, у него удивления не произошло. А потом вдруг на пустом месте он начинает плакать. Он принял крещение. Как? Я услышал мысль только одну, которую транслируют постоянно люди, которые не доверяют православию. То есть князь Владимир принял православие из корыстных побуждений, для того, чтобы сплотить людей вокруг себя, для того, чтобы управлять народом, получить силу арамеев, как в фильме сказано, и по слабости. То есть вера христианская нужна слабым людям. Я никак с этим не могу согласиться. У князя Владимира, когда он принимал веру православную, у него были соратники, которых он послал в Византию, которые изучали все это дело. Я абсолютно уверен в том, что человек может принять какую-то мысль только тогда, когда он готов ее принять. То же самое и про народ, про славян, которые приняли волю князя и приняли веру. Они были готовы это принять. Славяне готовы были это принять. А как они показаны в фильме? Дикие, грубые, везде просто живут в помойке, не моются, волосы взлохмачены. Извините, у нас бы они были. Вообще-то. Понятно, что режиссер поставил себе задачу, как бы некий контракт, контраст создать. Вот дикие славяне до крещения, потом пришла цивилизация арамейская, и все стали цивилизованы. Задача, опять же, смысл бы поставлен, чтобы показать нашу историю, что православие это круто, получилась такая медвежья услуга. Для меня, как православная, это пустой фильм. Абсолютно. Для меня по-настоящему загадка личности, загадка личности, колоссальной личности, что происходило с князем Владимиром, как он вырос до того, что стал основателем целой цивилизации. Ну, кстати, в мультфильме таким маленьким кадром, но очень красиво показана бабушка, Ольга. Многое сделано по ее молитвам. Вот я в мультфильме так увидел образ княгини Ольги. Здесь показано настолько мягко, красиво. Есть хорошие вкрапления. Ну, хорошие, да. То есть мальчик, в принципе, как потенциальный носитель веры православной, хорошо показан. Но это может быть... Это доброе начало, которое... Вот он настоящий славянин, на мой взгляд. То есть в этом это удачно. Ну, хорошо, скажем так. Детям я могу это показывать, а вот фильм «Викинг» детям я не могу показывать. Просто мне мультфильм очень нравится. Князь Владимировна. Здесь таким... Может быть, да, этот мальчик это и есть. Как бы наша маленькая... В то время это приход христианства таким маленьким, но такой невинностью, открытостью. Он располагает... И вот эти вот... Даже вот такой, как говорится, белый маг, дедушка такой за такой бородой и он как бы слушает этого маленького мальчика и поражается его как бы так мудрости. Изменения мысли в мага не произошло. Все-таки. Они поговорили, он остался при своем. Он, поскольку добрый человек, этот маг, да, то есть он такой адекватный как бы человек, ну, у тебя есть твоя точка зрения, я ее уважаю, но ты меня не изменил. Маг не сработал, но сердце... Ну, как не сработал? Он спас. Маг, этот белый маг спас князя Владимира от смерти. Как не сработал? Ну, концовочку можно было, конечно, доработать, но смысл в том, что сердце у этого воина, у князя Владимира, он бросается выручать этого мальчика, когда на него бежит некое существо. Все хорошо, но мне, как православному человеку, этого недостаточно. Придумайте просто сказку. Если вы хотите вот эти вот посылы, добра и зла, ну, пусть там будут белые маги, черные маги, пускай... Ну, это будет на уровне сказки, я бы вообще бы не заикался тогда. То есть это нормально. Это работает. Этот фильм не дотягивает до уровня сказки, он поставлен, все режиссуры драматургии поставлены как реальные события. Это не сказка. И белые, и черные маги здесь поставлены как реальные силы, которые действуют в мире. Ну, сколько людей, столько мнений. Нет, безусловно. Что-то есть зерно, есть хорошее? В любом случае, это было событие. Конечно, в любом случае, это было событие для того времени, поскольку это был первый фильм, хотя бы упоминающий крещение православия, хоть отдаленно. Россия все-таки прошла определенный период, и сейчас этого уже, этих слов, недостаточно. Вот здесь вы правы, все-таки он вышел лет 12 назад, тогда Россия была другая, а Россия развивается... Развивается быстро, просто колоссальными темпами, стремительно. То есть сейчас это уже недостаточно. Ну что же, спасибо огромное. У нас в гостях был Станислав Подивилов, известный нашей стране как сценарист, художник и режиссер мультфильма «Необыкновенное приключение Серафимы». У этого фильма более однозначная православная направленность, мало в нем к чему придраться. придраться. Конечно, всегда может придраться. Вам спасибо за ваши комментарии, искренне, откровенные, честные, и будем стремиться, чтобы в России выходило больше хороших, православных, полезных фильмов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok